Сидеть, ждать еще. Лиса, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, какая из книг Академика Мальцева больше всего помогла тебе в жизни? Первая. Безусловно, против лома нет приема. Она мне дала возможность вообще увидеть, что такое жизнь и начать жить свою жизнь. Она меня вытащила из, скажем так, того кошмара и ада, в котором я находилась. То есть, знаете, вытащила из того кошмара. После была вторая книга, которая по сей день является моей любимой. Это «Дорога на постамент». Это та книга, которая, безусловно, выворачивает тебя наизнанку, которая выворачивает что-то, что тебя наизнанку. Выворачиваются твои недостатки. И все, весь тот, знаете, всю ту грязь, которая в тебе есть. Чтобы ты не занимался фигнёй, а занимался делом. Потому что нас всё-таки в жизни интересует что? Правильно, результат. А результаты – это «Дорога на постамент». Это потрясающие результаты и феноменальные, которыми все восхищаются. Это подвиги, достижения. И это и есть, именно с этой книгой ты начинаешь по-настоящему жить. Именно творить. И третья книга – это «Знающие люди», «Корабельный бог». Это книги, посвящённые технологии дрофы. Это наука о рыцарстве европейском. То есть, это наука европейского рыцарства. То та наука, которой жили рыцари 15-го, 16-го, 17-го веки в Европе – это книги дали мне возможность зайти в Европу, уже в рыцарскую Европу, чтобы понимать хоть на капельку. А что же нам оставили наши предки в виде той архитектуры, которую мы видим? Потому что это архитектура, это зашифрованные книги. И мы их можем научиться читать. И когда ты учишься их читать, ты становишься на совершенно другой уровень жизни. Ты становишься именно учёным. Потому что учёный, как раз-таки, это тот, кто умеет погружаться в эту тайну. Он умеет работать с этой тайной. И как раз-таки, эти книги, посвящённые технологии дрофы, они не только позволяют вам, в том числе, как палочка-вырущалочка, для решения ваших ежедневных задач, но и научиться читать то наследие, которое оставили нам наши предки. А оставили они его в этой архитектуре. Я не знаю, как вам всем, а мне просто очень интересно, что же нам оставили наши предки, что они написали, что зашифровано в этом во всём. Они оставили нам послание. И очень-очень много этих посланий. То, как мы должны жить по чести, по рыцарству, честью и хвалой, с храбростью, смелостью. Как можно жить достойно. Спасибо большое. Надо будет их прочитать все. Да.